Спонсор передачи «Город женщин» – дом ткани Яку Тюрия. Доброго времени суток, дорогие телезрители. Как всегда, спридай, с вами «Город женщин». В студии работают Мария Куницкая, Анастасия Кондакова и Дарья Анкехова. Ну что, дорогие девочки, сегодня тема нашего эфира – это правильный выбор. Вот как часто вы сталкиваетесь с ситуациями, где порой необходимо сделать правильный выбор, но вы ошибаетесь. Даже с самого утра. Лежишь в кровати, думаешь, вставать, не вставать. Выбор прямо с самого утра, с самого пробуждения начинается. Для меня выбор – это такая больная тема. Я очень буду сделать выбор и боюсь ошибиться. Ну и почему мы выбрали эту тему? Да, не просто так. Ведь прямо сейчас большинство родителей, у кого есть выпускники, они переживают, как сделать этот самый правильный выбор. Сегодня, я думаю, наш эфир будет им в помощь. Ну что, мы начинаем. Итак, дорогие телезрители, перед тем, как начать непосредственно обсуждение нашей темой, хотелось бы проанонсировать одно немаловажное мероприятие, которое произойдет прямо завтра. Ведь, дорогие телезрители и жители нашей республики, земляки, проживающие в разных уголках мира, вы должны быть неравнодушны к нашей родной Якутии. Все мы знаем, что весна этого года выдалась для нас нелегкой. Много сел и поселков пострадали от сильнейшей стихии, от разрушительного паводка. Был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Организована эвакуация людей. И именно завтра, 31 мая, с 7 утра на радио ТЭТИМ, из 14.00 до 20.30, национально-вещательная компания САХА проводит масштабный, благотворительный телерадиомарафон всем миром, в помощь пострадавшим от паводка. Специальные репортажи, выпуски новостей и прямая связь с пострадавшими от стихии, прямое включение живого концерта с площади Ленина, который произойдет в 15.00. Чужого горя не бывает, человеческое участие бесценно. Сбор средств в помощь пострадавшим будет осуществляться двумя путями. В специальных емкостях на площади Ленина и путем отправки СМС-сообщения на короткий номер 3434. Надо будет набрать просто слово «поводок», «пробел» и «суму». На месте будут работать наши корреспонденты. Уважаемые земляки, давайте же примем активное участие в марафоне добра и всем миром поможем вернуть тепло утраченным домам. Ну что, замечательный проект. Я думаю, дорогие телезрители, необходимо просто завтра чуть-чуть вложить свою лепту в это доброе дело. Мы продолжаем наш эфир и вновь напоминаем, что тема нашего эфира – «Правильный выбор». И сегодня в город женщин мы пригласили заместителя-председателя Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия Ольгу Валерьевну Балабкину. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, добро пожаловать, во-первых, в наш город. Мы очень любим приглашать в студию красивых, замечательных людей и всегда восхищаемся теми, кто у нас в гостях. И сегодня неспроста мы пригласили вас. И вот первый вопрос у меня возникает именно к вам. Вот когда-то вы в свое время выбрали профессию юрист. Было ли это осознанное решение? И почему именно вы сделали такой выбор? Это было осознанное решение, и оно сформировалось благодаря тому, что я всегда боролась за справедливость. И когда я прочитала в 10 классе свое сочинение о том первоклассника, кем я хочу быть, я хотела быть регулировщиком на дороге. И вот это вот регулирование отношений, да, самих по себе, это и есть основа любого права. Но необходимо сказать, что мой выбор был сразу осознанным. И, соответственно, я ехала и поступала дважды в Иркутский государственный университет на юридический факультет. Но при этом это делалось, выбор университета и выбор специальности делался в противовес решения родителям и в тайне от того, куда я сдаю документы. Да вы что? Да. То есть родители все-таки представляли вас немножечко в другой профессии? Вы непослушная дочь были? Я непослушная дочь в этом вопросе, это однозначно, да, потому что у меня была очень мудрая мама. Я очень благодарна за те уроки жизненные, которые она мне давала, и она считает. И я бы хотела, чтобы вот сегодня те родители, которые рекомендуют своим детям выбрать профессию юриста, да, в общем-то, услышали то, что однажды она мне сказала. Она сказала, что это профессия, в которой очень сложная. Она сложная душевно. Нужно отдавать очень много сил, сил и энергии для других людей. Делиться этими силами и энергией. И ты никогда не будешь хорошим. Да. Никогда. Действительно. Всегда юристов считают, кто-то обязательно находится. Да, юристами могут, значит, кто-то находится, либо сторона относительно которого. Конечно, благодарны люди тем, кого юристы защитили, да. Но, конечно же, если, например, работает человек адвокатом или юристом, да, им благодарны те, значит, соответственно, да, кто оказался на обратной стороне. Поэтому вот этот вот выбор, да, он был такой, в общем-то, осознанный. Я понимала, что я в любом случае должна что-то регулировать, да. И поэтому вначале я скрыла, подав документы, значит, на исторический факультет. И благо, что у меня не оказалось рекомендаций о комопартии Республики Сахай. Кутя, мы документы не взяли, да. И, соответственно, как бы я честно сказала, что, ну, не взяли то, куда вы хотели, поэтому у меня остается выбор только юрфака. Пришли с бумажки, вот, вот, смотрите. Да, да, ну, то есть я, как нормальная школьник, я была и прикрыта, безусловно. Какая вы, как-то хитрая еще. Ну да, безусловно. А вот скажите, кто вам тогда, были ли какие-то профориентационные курсы, может быть, или тесты, вы как-то сдавали? Вот почему вы... В Республике. Да, то есть в Республике проводились какие-то опросы, вы же где-то узнавали об этой профессии, как это все? Вот, конечно же, я вот, например, если бы в жизни о чем-то пожалела, да, вот, что вы, то, что есть сейчас у моего ребенка, и чего нет, у меня, это об отсутствии интернета. То есть если был бы интернет, то можно было бы загуглить и выяснить все о профессии как таковой, где что берется и так далее. А насколько я понимаю, мы дети советского периода, то, соответственно, все было достаточно ограничено. И за выбор своей профессии отчасти я благодарю газету «Якутия», потому что вырезка об участковом инспекторе, который занимался непосредственно вот инспекцией по делам несовершеннолетних, да, значит, о том, как она работает, это вырезка со мной была до окончания пятого курса. Да, потому что, то есть вот все-таки есть такое понятие, как судьба, да, и вот такой случай, да? Нет, просто романтическая история, у вас просто романтическая история. Да, романтическая история была, если бы так замуж уходила, я бы родился бы убирала, да, потому как будто она не романтическая, она вот такая вот, я такая есть. Нет, ну, пронести листок до пятого курса газетной вырезки, согласитесь, это не всякий носит с собой. Да, и поэтому, когда я уже вот непосредственно пришла в парламент республики, да, тема, связанная, например, с детской преступностью, да, с профилактикой детских преступлений, да, она как бы для меня была достаточно, в общем-то, такой родной темой, ну, внутренней, да, И я на настоящий момент очень горда, что, например, в нашей республике реализуется такой проект, как школа примирения, да, тогда-то школьники сами разрешают свои конфликты. Очень интересно. Вот на сегодняшний день профилентация, это достаточно сложный, да, процесс. Насколько он важен? Он очень важен. Во-первых, потому что в любом случае, я не зря сказала про школу примирения, там ребенок сам, значит, сами разрешают свои конфликты. Вот нужно дать полную свободу детям для выбора в своей специальности. Не нужно родителям навязывать детям ту или иную специальность как таковую. И тогда, когда приходит на профориентацию, например, красивый авиатор, да, например, или там юрист приходит, рассказывает о своей профессии, ну, он уже человек в профессии, проводя профориентацию, если он неформально подходит к этому вопросу, он расскажет все эти нюансы. Совершенно верно. Он расскажет, где легко, где сложно, да? Совершенно верно. У меня сын так выбрал профессию. Вот так, благодаря таким встречам. Потому что, и поэтому я считаю, что сейчас вот то, что вузы проводят профориентационную работу, очень часто они уходят в рекламу вуза, да? Но в профориентации нужно... Реклама профессии. Да, профессии. Должна происходить реклама профессии. Но нужно четко понимать, что очень много, да, профессий, которые отвечают тем или иным модным тенденциям, да? Модно там быть юристами, экономистами. Актуальность сегодня, но не факт, что это будет актуально. Актуальна ли она или модна? Вот здесь вот, да, тоже должна быть такая вот определенная градация, да, как таковая. И поэтому, ну, когда выбирает, нужно, в общем-то, мое мнение сейчас, да, уже там, пройти различного рода тестирование, посмотреть на что, да? А вообще понаблюдать за ребенком, как, где он, в чем себя проявляет. Я очень так вот, ну, с большим удовольствием наблюдаю за родителями, которые говорят, ну, что вот мой ребенок хочет, значит, непосредственно, он так любит собак, да? Вот она хочет быть ветеринаром, а я хочу, чтобы она была быть юристом. Я говорю, слушай, ну не гони ты ее в юристы, она не будет человеком, который сможет помочь. Она собакам будет тебе помогать, понимаешь? А людям она не сможет помочь. Она в этом реализуется. Ответной реакции не будет, да? Конечно, поэтому потом в выборе профессии юриста не обязательно быть таким вот прям душевным человеком, который разбирается в конфликтах, да? Можно идти на психолога. Юрист ворует конфликт у людей, да? Он его, потому что приходит кто-нибудь из знакомых весь в слезах, да, и начинает кричать там, вот как нам разделить имущество, муж такой гад и так далее. Юрист не слышит этого. Как оформлено имущество? Правильно. Да, четко все и распределилось. Ольга Валерьевна, вот подскажите, в каких специалистах на сегодняшний день вот как раз-таки нуждается наша республика? Может быть и это сейчас как-то поможет нашим телезрителям? Вложит в уши родителей и детей нужность их выбора. Выбор специалистов, которых республика нуждается сегодня, и специалистов, которых республика будет нуждаться через пять лет, это разные категории. Мы развиваемся. Да, мы очень быстро развиваемся, стремительно, да, и поэтому делайте ставки на новые профессии, на новые профессии, на новые компетенции, да, как таковые. Не стойте на месте, да, а именно смотрите то, где сегодня вот появится возможность дальнейшей реализации ваших детей. То есть мониторить, мониторить и мониторить, как говорят сейчас. Мониторить, мониторить и мониторить. Мониторить, например, да, вот планируется открыть там газохимический завод, значит, вы уже понимаете, что у ребенка будет уже и возможность... Железная дорога. Да, и так далее. То есть уже смотреть на будущее. Но уже сегодня очень много все-таки специальностей, которые связаны с IT. Да. IT-технологии. IT-технологии. Новые профессии, новые компетенции, это широкий круг. Ну что, спасибо большое. То есть, уважаемые телезрители, прислушаемся к уважаемой Ольге Валерьевне. И, конечно, выбирая профессию для своего будущего ребенка, как говорит Ольга Валерьевна, смотрим на то, как развивается республика и в целом наше все государство. И тогда, конечно, ваш ребенок будет востребован через несколько лет. Ну что, на этом мы благодарим вас, что посетили наш город женщин. Спасибо вам большое. И, конечно, мы уверены в том, что ваши советы помогли многим из наших телезрителей. И не будете быть настойчивыми. Отлично. Ну что, дорогие друзья, мы вернемся сразу после короткой рекламы. Не переключайтесь, оставайтесь. Дорогие телезрительницы, вы снова у нас в студии. Напоминаем, что сегодня среда, и мы ведущие среды в городе женщин. Хочу еще раз обратить ваше внимание на то, что стоит вот в этом углу. Замечательные цветы, ростовые, огромные, которые могут стать украшением ваших праздников, ваших утренников у детей. Сделать вам красивую фотозону для фотографий в личный архив. Пожалуйста, можете заказывать, потому что вот сейчас мы покажем плашку. Эти контакты для тех, кто хочет заказать такую красоту и использовать ее для своих личных целей. Но кроме этого, мы хотим напомнить, что можно купить или заказать, и к вам доставят замечательные платья в магазине «Золушка и КТ», чьи контакты вы тоже сейчас видите, на любые торжества, на любые праздники. Вы можете приобрести себе или заказать, выборов по каталогу. Ну а мы продолжаем наш эфир, и сегодня в моей рубрике «Лайфхаки от меня» мы будем с вами тоже делать выбор, из каких вещей нам можно сделать на даче пуфик. Ну и я свой выбор остановила на пластиковых бутылках. Как ты любишь, Машенька, эти пластиковые бутылки, прям что не эфир, то какое-то новое... Я еще такой человек, что очень... Я не люблю очень, когда засоряют землю. И мне кажется, что вот это великолепный строительный материал. Ну не только мне так кажется. Сейчас хочется так, чтобы люди обратили внимание на то, что вот эти продукты, они тяжело в распаде на нашей земле. И хочется, чтобы они как-то, может быть, послужили некоторым образом в других отраслях, когда были уже использованы напитки и остались такие вот приспособления. Значит, нам понадобится скотч, вот такие бутылки. А сколько? И нам нужно собрать блоки из бутылок, которые у вас есть. Возможно, на даче, как правило, такие вещи присутствуют. Нам, значит, понадобится скотч, ножницы. Мы должны будем скрепить бутылки скотчем по 3, по 4, ну в зависимости от расстояния, которое вам нужно, по 5 штук. Маша, у меня возникает вопрос. Где можно использовать вот такой с виду не очень респектабельный пуфик, так сказать? А ты увидишь, какой он в конце будет. Я же даже побаиваюсь представить, какой он в конце будет. Я, знаете, на самом деле, идею, конечно, это на просторах интернета можно было найти, но дело в том, что сам принцип этот я увидела очень давно, когда пластиковые бутылки только вошли в обиход. И такие штучки мы уже делали. Мы делали их, когда я училась в ВУЗе, потому что у нас было задание использовать материалы подручные, нужно было что-то дизайнерское придумать и, так сказать, создать из того, что ты имеешь под рукой. Еще очень интересно, как оно должно стоять. Вот, вот такой блок у нас должен быть. Это двухлитровый бутылки? Да. В конечном итоге у нас должна получиться вот такая конструкция. Все, вот так вот, да? Сколько там блоков? Здесь 16 штук, здесь полуторалитровые, это двухлитровые, но их нужно монтировать друг с другом крышечками вниз. Вот, в принципе, у нас уже готова конструкция, которая годна у этого потребления. Еще раз, по вертикали и по горизонтали сколько? Нет, нет, здесь у нас 4 и 4, можно сделать блок из трех из трех. То есть вот это мы не добавим, потому что по ширине не проходит, но просто, я говорю, мы монтируем блоки. Теперь я знаю, куда их девать. Готовый пуфик. Что мы можем сделать? Во-первых, это помимо пуфика, это еще великолепный теплоноситель. Если вы наполните вот это все водой и оставите в теплице, то для дачного пользования как тепловая батарея, он будет в ночное время создавать, ну, в заморозке или еще когда, дополнительное тепло, источник тепла. Таких вот штук можно поставить в теплице, они будут с запасом воды и одновременно носить тепло. Да, воду отключили, актуальная проблема этих дней. А у тебя есть пуф, открыла пуф, и у тебя в пуфике еще воды. А на вечеринке можно прямо бутылки с соком или с чем, ну, я говорю про безалковольные напитки, залить, сделать трубочки и будут тебе, пожалуйста, универсальный пуфик. Ну, сразу говорю, что внизу ножки должны быть вот так вот. Ну, на даче, обычно у нас на даче мало что может быть для обшивки пуфика, поэтому мы взяли футболку, которая нам больше не нужна. Мы надеваем ее на этот пуфик. И это у нас, как сказать, дачный чехол. Дачный чехольчик, совершенно верно. Вот, вот у нас, мы обтянули его. Вот это не надо убирать, ну, я еще раз говорю для дачи, это будет у нас, как, смотрите, носить можно. Вот, пожалуйста, вот я несу этот пуфик, подходим к грядке. Грядка рядом. Грядка. Кладем подушечки, обратите внимание, вот наш пуфик. Пожалуйста. А чем тебе не пуф? Сели. Самое главное теперь. И пропалываем, пропалываем, работаем в огороде. Можно сидеть возле костра, можно даже, ну, я сейчас не закину ногу, можно читать осохой. Ну, в общем, все, что угодно. Так, что самое интересное, главный вопрос, все-таки, можно я попробую? Можно, садись. Сколько выдерживает килограмм? Вот этот пуфик выдерживает 90 килограмм. Да вот что? Да. Ой, грядки нет, к сожалению. Я буду телевизор смотреть дома. Ну, на этом я, пожалуй, закончу. У нас теперь следующая рубрика Настеньки. Теперь будем учиться английскому. Пуфик мы уже сделали. Маша, Маша, спасибо. Передаем слово Насте. Добрый день, дорогие телезрители. С вами я, Анастасия Кондакова, учитель английского языка. Сегодняшняя тема у нас — это тема выбора. Одно из самых важных выборов в жизни человека — это выбор экзамена. Кроме ЕГЭ и ОГЭ у нас еще существуют международные экзамены. которые называются IELTS, TOEFL и так далее. Их на самом деле очень много. Итак, значит, что нам нужно знать? Что такое IELTS, да, или TOEFL? Вообще непонятные. Непонятные, аббревиатуры жуткость совершенно. Да. Что это такое? Это такие экзамены, которые позволяют, международные экзамены, которые позволяют оценить уровень владения английским языком по международной шкале. Я уже говорила на прошлом эфире об уровнях владения английским языком. Да, вот мы с вами на экране видим. Элементарии, там, введение. Ага. И что нам также важно знать? Очень много ко мне приходит людей, и они говорят, вот, Анастасия Сергеевна, как мне надо, я вот хочу сдать экзамен IELTS, как мне лучше подготовиться? Немножко я расскажу про IELTS, про SAM. Значит, ну, и TOEFL, и IELTS, он состоит из частей, как говорение, письмо, аудирование, работа с текстом и так далее. То есть очень похоже на наш государственный экзамен, который сдают в 11 классе. И смотрите, если ваш... Давайте посмотрим еще раз на экран. Значит, если ваш уровень владения до intermediate, да, то есть elementary, beginner или pre-intermediate, то я советую, конечно, заниматься в группах или на каких-то курсах, нанять репетитора, да. А если все-таки у вас уровень intermediate или дальше идет upper intermediate, то, конечно, здесь уже можно заниматься самостоятельно. Да, можно заниматься самостоятельно. Я также скидывала ссылку на учебники, которые можно скачать с интернета. И там существует в интернете очень много книг. Можно просто набрать IELTS подготовка, да, в этом сайте. И вам выдадут список книг, по которым можно подготовиться к экзаменам. Настя, вопрос. Вот, быстренько вопрос. Дальше, извини, пожалуйста, перебью. Если, допустим, мы в совокупности посчитаем, сколько денег уходит на репетитора, на это, не дешевле будет заслать ребенка в какую-нибудь англоязычную страну, и пусть он учится? Вот многие родители же расследуют. К сожалению, ну, это зависит от денег, которые, от бюджета семьи. К сожалению, англоговорящие страны очень, ну, там учиться довольно-таки дорого. Конечно, если позволяют финансы, то можно каждое лето отправлять ребенка учиться за границу. Это приветствуется. Но это эффективнее, чем репетитор здесь? Ну, не сказала бы, что это прям так. Если ребенок, это хорошо, когда у ребенка есть достаточно хорошая база. Владеет. Да, если он уже владеет базой, то уже можно отправлять. А до этого надо уже подтянуть уровень английского языка. Настя, а что вот говорить по поводу вот этих экзаменов, о которых ты поговорила сегодня? Для кого они? То есть ты говоришь, это выбор. То есть это те экзамены, которые человек выбирает. Будь то студент или школьник, да, он выбирает их. А для чего он делает этот выбор? Для того, чтобы что, поступить? Так, ну да, как раз я хотела про это сказать. А ЕЛС и ТОИФЛ, он нужен для людей, которые хотят либо учиться за границей, либо для тех людей, которые хотят работать. С языком? Или работать в компаниях, где используют язык? Да, А ЕЛС, он приветствуется во всех странах мира, практически во всех странах. И он, кстати, срок действия этого сертификата около двух лет. Но были случаи, когда его признавали, даже если больше двух лет этому сертификату было. Некоторые вузы, конечно, требуют, чтобы это был свежий в течение года. То есть получается, после двух лет забывается или что? Нужно будет подтвердить, что ты опять знаешь. Да, это опять-таки зависит от вуза или от предприятия, которые вы подаете документы. И что я хотела еще вам сказать о том, что вы, наверное, видели, да, допустим, вы хотите выиграть грант, об этом мы вчера говорили в Киареке Сталинга, он, кстати, очень интересный гость нам приходил, и он рассказал, что он выиграл гранты, да, чтобы подучиться, чтобы подтянуть свой уровень английского языка и приехать сюда в республику работать. И там, кстати, на этих сайтах написано, что уровень IELTS 5.0 или 5.5. О чем это говорит? Это говорит об уровне владения. 5.0 или 5.5 – это интермедиат уровень владения, да, средний. Интермедиат. Да. Для того, чтобы выиграть грант на… То есть, в принципе, не надо быть докой, большим, да, ну, средний уровень знания языка. Да, и для того, чтобы выиграть грант и стать магистром, получить степень магистра, нужно, чтобы ваш уровень владения английским языком был up intermediate, то есть это 6.0 или по той, и по той, и по 550 и выше баллов. То есть это вот достаточно сложно. Да. Ну, с другой стороны, когда ты идешь и знаешь, в какой университет ты хочешь попасть, ты знаешь уровень, который они запрашивают по результатам этого экзамена, и то есть ты сдаешь его здесь, да, можно сдать в Якутске, правильно понимаю? Да. И, соответственно, ты уже осознанно знаешь. У тебя есть сертификат, и ты уже знаешь, куда и затем. Да, и ты знаешь, куда ты можешь с этим результатом поступить, то есть у тебя уже есть право выбора. Так это уже, получается, и уже и выбор сделан, получается. Если ты уже идешь, то как бы пути назад уже нет. К сожалению, АЕЛС-экзамен, он достаточно дорогой, и тут уже, конечно, нужен осознанный выбор, да, получается. Если ты уже решил, все, я буду сдавать АЕЛС, то, конечно же, нужно подготовиться, да, к этому экзамену, получить сертификат, уже подать заявление. То есть просто так, не сдавайте просто так АЕЛС. И, кстати, еще раз, если мы вернемся к теме грантов, да, вот очень много, мне кажется, это очень полезно все-таки получить опыт обучения в других странах и, конечно же, внести в лепту в нашу республику. Возвращаясь обратно. Да, возвращаясь. Действительно. Ну, спасибо большое, Настенька, что сегодня осветила тему вот таких интересных экзаменов, которые человек может выбрать в любом возрасте и для любых целей. Ну что, дорогие телезрители, мы сейчас вновь уходим на короткую рекламную паузу. Оставайтесь с нами, потому что после рекламы у нас в студии будет гость, который расскажет, как правильно школьникам, выпускникам выбрать свою будущую профессию. А это очень актуально и самое главное важно. Оставайтесь с нами. Мы выбираем, нас выбирают. Как это часто не совпадают. Такие были стихи замечательные, и даже песня была написана. Но чтобы этого не произошло, сегодня мы пригласили в гости Томскую Татьяну Викторовну, генерального директора Якутского кадрового центра «Статус» и агентства «Ассистент». И сегодня она нам как раз подскажет, как правильно сделать выбор подросткам, молодым людям и всем, кто хочет выбрать свою профессию в жизни. Ну я думаю, это вообще супер актуальная тема, ведь неспроста, потому что прямо вот буквально отзвенели последние звонки, да, у ребят нервное состояние, у родителей также все родители сидят и думают, куда же поступать, как же сдать экзамены. А самое главное, как правильно помочь своему ребенку в выборе профессии. Вот, Татьяна Викторовна, первый вопрос, конечно, будет к вам. Что такое профориентация и вообще для чего она нужна и насколько она важна, самое главное? Ну, ваша сегодняшняя тема, конечно, очень важная, да, выбор в жизни, выбор профессии. Вообще, выбором профессии нужно заниматься родителю почти что с рождения ребенку. Но мы почему-то, у нас такая тенденция и мода, что этим нужно заниматься в старших классах, да ни в коем случае. Каждый родитель, если он понимает, что это очень важный выбор, должен заниматься этим уже почти с трех лет, как минимум. Водить ребенка на разные, развивать его кругозор, вводить в театр, в кино, обсуждать, какие уроки извлек ребенок из этого. Ну и, соответственно, конечно, в школе заниматься профориентационными экскурсиями, да. Я как родкомитет в классе у своего ребенка была, да, мы водили их на различные Якутия, на различные предприятия, чтобы дети знакомились с этими профессиями. А мы, как кадровая агентство статус, мы проводим профориентационное тестирование для школьников. Отдельно есть с 5 по 6 класс и отдельно есть тест с 7 по 11 класс. Но я как, извините, предприниматель, у меня нет цели просто получить прибыль. Мы, конечно, я даже не рекомендую в 11 классе уже проходить тест, потому что это уже поздно. Лишняя трата денег. Похватиться сейчас и бежать резко, да, понять, попробовать разобраться в том, что у твоего ребенка в голове в 11 классе уже поздно. Лучше готовить сани. Как ты готовь сани? Да, лето. Готовь сани летом. Как раз, как раз. А если, допустим, вот случилось такое, ребенок говорит, вот как раз-таки, допустим, возраст такой созревания, 7-8 класс. Вот я не знаю, кем хочу сказать. Вот полностью, как раз это возраст, подростковая апатия. Переходный период, да. На самом деле, вот разработчики теста, Центр тестирования и развития при МГУ, они опробировали данный тест на студентах, абитуриентах и школьниках колледжа при МГУ. Разработчик теста, доктор психологических наук Шмелев, один из лучших профконсультантов России, он занимается именно профориентацией школьников. Он говорит о том, что нужно заниматься с 5-го, 6-го, 7-го класса, начинать профориентационные тесты и профориентационную работу в целом. Это могут быть и школы, это можно в детском саду уже начинать. Но все-таки, наверное, в школах родители тоже должны быть вовлечены, а то у нас сейчас часто родители «Ой, пусть школа занимается». Все-таки родители сами должны проявлять активность, чтобы в их классе профориентация проводилась. Конечно. Это можно делать, если у родителей нет времени, мы, как компания «Статус», мы проводим презентации в школах. У нас есть определенные школы, с кем у нас соглашение, и кто к нам регулярно приходит на тестирование. Мы проводим профориентационные экскурсии, комплекс проводим прямо с сентября по май. А родители можно приедать? И сами просили рассказывать о профессиях. Это все можно делать бесплатно. Главное – желание. Желание. Вот возникает такой вопрос. Ну, для многих, наверное, вообще это слово даже как-то так немножечко пугающее. Профориентация. Ну, что же это такое? Ну, как она может дать какой-то результат? И вообще, как это проходит? Вот это тестирование. Немножечко, чтобы телезрители имели представление, как проходит. И можно ли родителю присутствовать? Да, профориентация. Отличный вопрос. Разработчики теста, я считаю, что этот тест уникальный. Я, например, очень сильно люблю методики и уважаю вообще за все российское, как сказал наш президент Путин. И вот то, что МГУ, центр при МГУ разработал этот тест, я в него просто влюблена. Он состоит из трех блоков. Проходит ребенок один час от 45 до 60 минут в зависимости от подготовки ребенка. Это компьютерное тестирование. После этого наш менеджер приглашает родителя, приглашает ребенка, и психолог проводит им консультацию, разъяснение по их тесту. То есть сделать тест – это ничего? Потому что просто тест – это половина дела, понимаете? А консультация психолога – это более важный, я считаю, компонент в этом комплексе услуг. То есть такой тандем должен быть? Да. Я помню, что я когда училась в студенчестве, очень много студентов, они бросали свое учебное заведение, да, такое всегда было. Да, это ужасно. Это очень актуальная проблема. И вот скажите, пожалуйста, с чем это связано? Это все-таки связано с выбором профессии или это какие-то психологические моменты? Я, конечно, не психолог по образованию, но могу сказать, что есть практика того, что есть влияние и того, что ребенок на каком-то периоде жизни в студенчестве понимает, что ему не нравится. Это профессия. Да, вот очень часто же такое было. То есть, поэтому вы говорили, что нужно с детства осознанно уже готовить ребенка. Ты не просто, как у нас принято, лишь бы поступил, да, а нужно готовить психологически ребенка, получается, на то, что вот ты получаешь профессию, да, и в последующем ты будешь работать по этой должности, да, профессии. Очень важно, чтобы ребенок сам понял осознанно, что это его выбор. Потому что очень часто, когда приходят родители с ребенком на консультацию к нашему психологу, 90% родителей, они говорят, да, вы будете, ты, например, Петя, будешь продолжать нашу династию, у нас стоматологическая клиника, ты будешь стоматологом. А он сидит, и он не хочет, у него по тесту бухгалтер или там программист. Прелесть какая-то. Да, очень много юристов, это наша династия, какие тесты, нет, ты будешь юристом. Вот этого нельзя делать, потому что, к сожалению, наши дети должны сами принять ответственность. Мы должны их научить принимать выбор, это ответственность, чтобы он сам уже начал пути к выбору профессии. А мы, как родители, должны их подтолкнуть к этому. Вот, Татьяна Викторовна, мы столкнулись с таким, что вы говорите, ребенок проходит этот тест, с пятого класса может проходить. Хорошо, вот он его прошел в пятом классе, и что, вот это прямо выбор его на всю жизнь, или что ли, менять что ли можно? Нет, конечно. Ребенок развивается. Это такой организм живой, который каждый год меняется. У него интересы меняются, у него кругозор расширяется, у него какие-то моменты еще, круг общения расширяется. Соответственно, разработчики тестов, психологи рекомендуют ежегодно проходить. Каждый год. То есть, до какого тогда, с пятого и до десятого, да? То есть, это одно и то же, что медицина. Пошла я, мне поставили диагноз какой-то. Это не значит, что на всю жизнь диагноз. Я же могу это все лечить, могу изменять и быть здоровой. Самое главное знать об этом, да? Да. Это средство на сегодняшний день. А вот тогда вообще, правомерно ли говорить о том, что прошел тест и выбрал профессию на всю жизнь? То есть, это неправильно, да? Есть такая шутка еще, да, что только в России мы учимся на одного, а работаем на другого. Это только в России, кстати, а за рубежом такого некогда люди там послушают. Вообще реально ли действительно выбрать профессию на всю жизнь? Случаются такие? Да, я думаю, что да, потому что тест очень комплексный, и он дает рекомендации по профессиям на основе интересов личных ребенка, на основе его уровня интеллекта, по каким предметам он более, ну, у него интерес проявляется. И отдельно жизненные установки. Если он, например, интроверт, он не может быть артистом, например. То есть, психотип тоже важен? Психотипы тоже будут влиять на выбор профессии. В данном тесте идет комплексное изучение ребенка и рекомендации по профессии. Ну, и такой шкурный вопрос. А вообще сколько стоит такой тест? В нашем, вообще данный тест, профориентатор для школьников с 7-го, вот с 5-го по 6-й и с 7-го по 11-й стоит у нас всего полторы тысячи рублей. Сюда входит целый час тестирования ребенка плюс консультация психолога. И данный тест в Москве у разработчиков стоит 3 тысячи. Можете даже зайти на... Со скольких лет можно проходить? С 5-го класса. А есть ли ребенок в начальных классах? К сожалению, пока разработчики тест вот этого центра при МГУ не разработали. Тут можно только догадываться, да? Да, в начальных классах нужно их вводить вот на различные мастер-классы. А мы все говорим про школьников. Да, да, я только хотела сказать. Мы все про школьников, да, про школьников. Но я знаю же, что ведь бывают и профориентационные программы и для студентов. Да, ладно для студентов, для взрослых людей. Вот всю жизнь проработал в одной сфере. Пришел, сделал тест и понял, что все-таки вот почему эта работа мне так нелюбима. По тесту понял, что он умеет вязать. Здесь ваша, да, ваш центр здесь, он как-то проводит работы именно со взрослыми, вот со студентами и именно взрослыми людьми? Да, конечно. У нас кадровый центр статус уже 10 лет существует. Данное тестирование мы проводим 8 лет для школьников. Есть отдельный тест профкарьера для взрослых. То есть 18 лет для тех, кто закончил школу, и можно до 100 лет проходить этот тест. Данный тест я сама люблю проходить, и мы отбираем персонал по данному тесту. У нас есть регулярно люди приходят, работающие и безработные, которые потеряли себя и не знают. Есть такие студенты, которые бросили учебу, и родители их приводят, чтобы он себя как-то нашел. Этот тест очень хороший, он проходит 2 часа, но он очень комплексный. Хороший тест, он стоит всего 2000 рублей с учетом еще консультации психолога. То есть у взрослых тоже есть возможность изменить свою жизнь? Конечно, да. Главное это сделать грамотно, не просто авось захотела и посмотрела, а со специалистами. А вот, допустим, у нас, я знаю, что вы преподаете, да? Да. А вот студенты наши проходят такие тесты? Вот на самом деле данный тест профкарьера у разработчиков в Москве стоит 5000 рублей. То есть не дешево. У нас он стоит 2000. Наши студенты много, да? А у нас студенты в университете, те, кто ученики, студенты, имеют возможность пройти бесплатно. И? Я не знаю, почему они не проходят, но я преподаю в манистатуре. Может быть сказать, сколько он стоит в Москве, чтобы они сразу побежали? Да, я не знаю, почему их не доводят, но я считаю, это нужно сделать обязательным, чтобы эти тесты студенты проходили чуть ли не на первом-втором курсе. Совершенно бесплатно это проходит, по-моему, каждый год можно проходить, но студенты, многие не информированы и не знают пользу и значимость этого теста. То есть многие, наверное, еще все-таки не доверяют профориентации и считают, что это все-таки, ну, такое дело, да? На самом деле это очень важно и это продуктивно. И это самое главное, что в нашем городе это можно сделать качественно. Татьяна Викторовна, я знаю, вот у вас лежит бумажечка какая-то необычная. Может быть, вы немножко отойдем от нашей системы. Ну, я хочу призвать вас пригласить всех, да, и всех горожан, мамочек, детей, и папы, бабушек. Мы завтра проводим 31 мая социально-экологическую акцию совместно с Республиканским центром экологии и туризма, клининговой агентством Чистюля, кадровый центр Статус Международной детской академии Фастра Китс. Мы проводим социально-экологическую акцию, убираем мусор вокруг теплого озера с улицы Курашова до Кирова и моем, убираемся на детской площадке Водяновой. Это большая, красивая площадка. И также после этого проводим детские конкурсы для мамочек и детей. То есть завтра, дорогие телезрители, делаем свой выбор. Да, делаем свой выбор и отправляемся на это мероприятие. Спасибо большое, что посетили город женщин. Мы желаем вам удачи и успехов во всех начинаниях. Ну, а с вами, дорогие телезрители, мы увидимся сразу после рекламной паузы. Итак, вы смотрите «Город женщин». Сейчас девочки огромное количество невест блуждают в поисках платья. И мы поможем вам определиться с выбором. Пожалуйста, посмотрите наш сюжет. Каждая девушка с детства мечтает надеть красивое белоснежное платье и сказать заветное «да». Но где, а главное, как выбрать тот самый наряд, в котором будешь чувствовать себя настоящей принцессой? О модных тенденциях в мире свадебных платьев расскажет профессионал своего дела. Постоянно в наличии более 300 моделей очень разнообразных свадебных платьев. То есть у нас есть и классика, у нас есть и новые тенденции. То есть абсолютно все, что сейчас в мире популярно, оно всегда есть у нас. И несколько лет назад появилась такая модель, как трубы. То есть каждый сегмент юбочки, в нем есть колечки уже готовые. И за счет этого форма держится. Она не мнется, то есть оно постоянно такое, пышненькое. Но эта плачка тяжелая, опять-таки, она не для всех, но для тех, кто именно хочет этот фасон. Также из года в год появляются новые оттенки. То есть наши дизайнеры, они смешивают разные цвета, получая новые. То есть там бывает накладывается 2-3 сеточки разных тонов, получается что-то интересное. Такие оттенки тоже у нас всегда есть. У нас есть и розовые плачки, у нас были и пыльно-серые, такие голубенькие оттенки. То есть их тоже невесты берут. Они смотрятся очень необычно, очень интересно, воздушные для летних свадеб. То есть если где-то на природе, выездные, то такие модели, они, конечно, ну, очень шикарно будут там смотреться. И летние невесты все чаще отдают предпочтение более легким платьям, более воздушным. Ну, уже как-то реже покупают какие-то огромные тяжелые модели, то есть более предпочтение отдают таким легким моделькам, не тяжеленьким, которые надел, и ты их не чувствуешь. У него нет корсета, у него даже может быть прозрачный такой лифт, да, вот здесь, то есть не будет подкладика. То есть на лето это как бы самый такой сейчас востребованный вариант. В фантазии также можно выбрать себе вечернее платье к любому событию, будь то выпускной или день рождения. Вариантов предостаточно. Но вернемся к свадебным нарядам. Следующая информация точно порадует многих невест. У нас нет такого, что там разных размеров платья, одно платье в одном размере. И дальше мы его подгоняем невесте, там, под размер, под длину, что-то переделываем, добавляем плечики. То есть все это мы делаем здесь в салоне, у нас оно есть. То есть все услуги, которые нужны невесте, такие как хранение массивного платья, потому что дома сложно хранить его до дня свадьбы. Бывает, невеста покупает за полгода платье, и полгода висит в доме, оно просто надоест. Поэтому мы его храним. Гладим мы тоже сами, потому что с этими тканями в домашних условиях очень трудно справиться. И мы делаем это профессионально, хорошо. И для наших невест это, конечно же, опять-таки бесплатно. У нас очень большое разнообразие. То есть у нас есть платья, которые стоят акционные. То есть к нам приходит невеста, она может уйти с платья за 5 тысяч. То есть и такие варианты есть. Но в среднем общая масса, то есть взять большинство, оно в пределах 35. Советуем заранее записываться на примерку. Это можно сделать по номерам, указанным ниже. И тогда профессиональные консультанты уделят вам столько времени, сколько потребуется. И вы точно без труда найдете то самое платье своей мечты. Какой замечательный сюжет. И если честно, магазин «Фантазия» всегда радует вот таким широким выбором красивых свадебных, но не только свадебных, но еще и вечерних платьев. Я, честное слово скажу, часто пользуюсь их помощью. Я помню. Ну а в городе женщин в среду мы всегда пользуемся помощью нашего собственного стилиста. Это у нас любимая, дорогая Бема Лазарева. Бемочка, здравствуй еще раз. Ну что, дорогая, ты сегодня в помощь не только нам, но и всем телезрителям. Опять мы говорим про выпускные. Но сегодня мы говорим про выпускные уже для старшеклассников. Вот что актуально в этом сезоне, что одеть 11-классницам, бывшим уже, чтобы быть самой красивой на выпускном балу? Чтобы быть самой красивой на выпускном балу, нужно только одно. Это хорошее настроение, во-первых. Самое главное, и внутреннее счастье. Также вот я вдохновилась, на самом деле, недавно прошли очень такие значимые мероприятия в мире моды, ну и в мире кино и вообще искусства. Это ежегодный бал Мэтт Гала, а также Камский фестиваль. И вдохновившись этими прекрасными, шикарными нарядами, и при помощи магазина Я Кутерье, я чуть-чуть стала дизайнером. Давайте я вам покажу, что я сочинила, если так можно сказать. Пойдемте. Магазин Я Кутерье представил нам. Отлично. А Бима их задрапировала. Да. Мы пришли к выводу, что здесь очень, видите, пышная юбка. Это сейчас для вечернего наряда очень красиво. Это Камский фестиваль. Мэтт Гала. Но самая фишка в том, что это все носибельно отдельно. То есть вы можете отдельно топ носить в дальнейшем, а здесь, убрав фатиновую юбку, вы можете отдельно носить этот прекрасный шифоновый наряд. Я обожаю вещи-трансформеры, это самый лучший. Да, да, это самый лучший вариант. Почему? Это не конечный результат, это просто ткани задрапированные. То есть будьте внимательны, дорогие телезрители, это не сшитое платье, это просто пример того, как можно сшить. То есть оно может выглядеть еще идеальнее. Еще идеально, шикарно может выглядеть. И, кстати, тканей у нас ушло, она вот эта весь наряд с учетом около 5 метров фатина, всего-навсего 3 тысячи рублей. Бюджет 3 тысячи рублей. Ага, ага. Дальше. Да, и вообще даже можно не сшить, а просто на себе задрапировать. И бумажечками приколоть. Можно так сделать, да. Дальше. Это у нас платье в стиле Ампир. Тоже оригинальный вариант. Я выбрала не банальные варианты, да, то есть банальные, там, кружевное вверх, там, что-то такое, фатин, можно и сделать самим, в принципе. Вот это более интересный дизайн. Здесь у нас, смотрите, внутри платья, как комбинация сделана, нудового цвета, немножко блеска мы добавили. И такие шикарные кружева. Кружева я выбрала такие, видите, с цветочками объемные, да, потому что, ну, для настроения. И цвет вот этого года, я все-таки считаю в вечерних нарядах, это голубой, серый, такие нежные оттенки голубого, синего цвета. То есть, если вы возьмете такое, будет вообще беспроигрышный вариант. Бемочка, я вот хочу сумничать тоже. Я хочу напомнить, что стиль ампир еще позволял скрыть небольшие неровности фигуры, в том числе и животик. Да, да. Что такое стиль ампир? Стиль ампир, это пришелся, ну, к Древней Греции. Да, ну, это вот тоже, это не готовое платье, то есть, это мы тоже, пример, вот как можно скомбинировать ткани. Дима, ну, вот здесь спорный вопрос. Если телезрители сейчас могут посмотреть и увидеть, что под вот кружевами находится ткань, которая тоже такая рельефная. Да, задели платье, господи, да покажите. Рельефная тоже, да, такая рельефная. Это то, что сейчас модно. Опять же, это трансформер. Можно будет это платьишко одеть потом, в повседневной жизни. Да, убираем, снимаем эту накидку, грубо говоря, и остается у нас платье, которое вы можете носить ежедневно. С кожаной курткой. С кожаной курткой. Да, вообще супер. Взять джинсовую курточку одеть, поясной сумочкой прихватить это все дело. То есть, старайтесь брать платье, которое вы будете носить потом. Потом, совершенно верно. Чтобы оно не лежало у вас. Мое выпускное платье до сих пор, 10 лет прошло, висит шкафу. Пыль стряхнешь, пыль стряхнешь, посмотришь, снова повесишь. Отлично, вот это главный правильный совет, вот Бема правильно сказала, чтобы можно было носить потом. Что у нас здесь, Бемочка? О, мою кучу, смотри. Здесь я использовала в платье кружева, мы убрали это все, и шифоновое. Это французское шифон, он стоит где-то около полутора тысяч, но обратите внимание, здесь ушло 50 сантиметров. То есть, бюджет этих всех платьев 3 до 3 тысяч. Отлично. Тоже, фатиновая юбочка короткая, то есть, тоже можно... Пачка, да? Пачка, да. Можно как цельное платье, можно как топик и юбку сшить. Это уже зависит от вашего желания. И я советую в таком платье, чтобы было интереснее, сделать открытую спину. То есть, это такой более коктейльный вариант получится, но тоже будет очень стильно смотреть. Цвет розовый, фиолетовый, это все тоже очень красиво. Просто не уходите слишком в яркие цвета розового, кричащие оттенки розового. Ну что, Бима, здесь вешалка. Как всегда, наша любимая вешалка. Здесь у меня представлена одежда, которую можно носить летом. Очень молодым девочкам. Выпускники, абитуриенты, девочки после 10 класса, они ищут себя. Это время экспериментов. Сейчас вы можете носить короткие шорты. Только в это время вы можете спокойно носить короткие шорты, юбки, какие-то нереальные... Твоя ябленькая. Да. Какие-то нереальные сетки, сетки, вещи. То есть, все прекрасно, все комбинируется. Это все можно найти в наших магазинах. Это вот я где сделала? Это я в Лайм. В Лайм. В Лайм, да. То есть, видите, джимсы какие-то оригинальные, с открытыми инсами. То есть, вот можно экспериментировать, искать себя. Многие родители против вот всего того, что вот драная, А вот это, видишь, не драная. Она у нас такая, с замочком. Что касаемо верха с джинсами? С джинсами? Футболки. Футболки, футболки. Футболки. Смотрите, это очень модно. Пластик. Экспериментируем, не боимся. Я помню, даже пластик ухудривала. Пластик, смотрите, с яркой юбочкой. А как я буду в ней ходить? С яркой юбочкой. Любые цвета. Да, сейчас вы молодые, вам 17, хочется экспериментов. Пожалуйста, делайте это сейчас. Потом у вас, возможно, не будет такого шанса. Вы пройдете тест профориентации и поймете, что вы юрист. А пока вы не юрист, вы можете потом носить эти короткие шорты. Да, да. А пока вы, вот смотрите, оригинальные надписи, какое-то что-то, знаете, вдохновляйтесь. Смотрите страницы Инстаграм тех же каких-то сумасшедших брендов. Это Ватман, это Баумен. Берите пример с них. Да, не то, что вы берите, вдохновляйтесь. Но там такая одежда, что пример сильно не возьмешь. Вдохновиться можно. Вдохновиться только можно. Ну что, отлично, Бема, ты советуешь все-таки подрастающему поколению, да, будущему нашему юристам, будущим нашим медикам, пока они молоды, экспериментируйте. Экспериментируйте, также искать себя, искать свой стиль. Когда ты в этом возрасте, ты можешь попробовать, начиная от стиля твиги, заканчивая, там, я не знаю, готическим каким-то... Да, потому что потом либо белый халат, либо офисный костюм. Да. Ну, конечно. Дорогие телезрители, время нашего эфира, к сожалению, подходит к концу. Сегодня мы постарались как можно чуть-чуть разобраться в такой достаточно глубокой теме, как правильный выбор. Конечно, всем выпускникам школ мы желаем удачи, успешной сдачи экзаменов и, конечно, сделайте свой правильный выбор. На этом «Город женщин» увидится с вами совсем скоро. До новых встреч. Пока-пока. Пока.